Боится пылесоса? Сейчас синхронизируйте уборку квартиры, когда вы не работаете с собакой, пока кто-то гуляет, например, с собакой, а вы пылесосите квартиру, ну или наоборот. Здесь самое главное – это поработать на определенной дистанции, то есть вы сначала выключенный пылесос, вы выбираете дистанцию и хвалите собаку, берете собаку на поводок. У вас посреди комнаты, например, выключенный пылесос. Собака смотрит на пылесос, вы из-за этого говорите ей «да». Я эту технику буду сегодня очень много раз кому советовать, поэтому сейчас вот все ее послушайте. Итак, пылесос выключенный, где-то стоит. Вы берете собаку на поводочек, берете лакомство, прячете их в карман. Вы водите собаку на самую максимальную дистанцию, которая позволяет работать пылесосом, ну, ваша квартира. Собака смотрит на пылесос, как только собака посмотрела на пылесос, в эту же секунду вы говорите ей «да». Она отворачивается и забирает у вас лакомство. Еще раз. Она смотрит на пылесос, вы говорите ей за то, что она смотрит на пылесос «да», а за то, что вы ей сказали «да», она отворачивается и забирает лакомство. Если она во время «да» не отворачивается, тогда вы лакомство предлагаете ей прямо в нос и нос отворачиваете сами механически. То есть не руками держите голову, а только за носик, носик касается ладошки. За «да» вы отворачиваете носик к себе. Так, у меня опять слетел чат. Пожалуйста, не пишите пока новые вопросы, иначе я буду все время останавливаться, чтобы найти самый первый. Смотрит на пылесос, да, отвернула, забрала лакомство. Смотрит на пылесос, да, отвернула, забрала лакомство. Если на ваше «да» собака не отворачивается, постарайтесь говорить «да», как можно более ярко, прям «да, хорошо, молодец», чтобы собака к вам, ну, на вашу речь просто повернулась. Если это не произошло, то лучше поработать с еще большей дистанцией, или взять более вкусное лакомство, или все-таки поработать с голосом. Но при всем при этом вы берете собаку прям за носик, за лакомство, да, и отворачиваете, чтобы она отвернулась от пылесоса, забрала лакомство. Делаем так раз 15-20. И далее делаем замер. Это первый этап. Далее делаем замер. Собака посмотрела на пылесос, и вы не говорите ей сразу «да», вы ждете 3-4 секунды, когда она отвернется. Теперь «да», вы будете говорить за то, что собака отвернулась. То есть собака посмотрела на пылесос, подождали 3 секунды, если она отвернулась, вы говорите ей «да, умница, собака, молодец», за то, что она отвернулась от пылесоса. Если за 3-4 секунды она не отвернулась, вы продолжаете работать на первом этапе еще 15-20 раз. Второй этап, если вы на него перешли, вы делаете 15-20 раз, хвалите собаку за отворот головы. То есть она посмотрела на пылесос, отвернулась, вы ей сказали «да». Если все это время, вся тренировка заняла 10 минут, то на сегодняшний день собаке достаточно. Если времени тренировка заняла меньше, то вы можете перейти на следующий уровень, когда дистанция прежняя, но кто-то взаимодействует с пылесосом, и он шевелится. Или, например, можно попробовать включить пылесос, тут надо смотреть, какого уровня страх. Если вы включаете пылесос, то дистанция должна быть пока хорошая. И таким образом работаем. То есть вы адаптируете собаку к тому, что посмотри на пылесос, отвернись от пылесоса. Ну и, конечно же, это большое количество различных упражнений с выключенным пылесосом в качестве трюков. Обойди пылесос, коснись его лапами, разбросанное лакомство собери под пылесосом и многое другое. Но все будет неудачно, если вы работаете с собакой, но при этом раз в день вы все равно пылесосите, и собака боится. Если у вас собака небольшая и очень молодая, я еще со своим биглем делала следующее. Я брала его на руки, и мы вместе с ним пылесосили в квартиру, он у меня на руках. Я его кормила при этом. Но здесь надо быть очень внимательным, потому что звук достаточно большой, и бигль мой волновался, но он лакомство брал и преодолевал свой страх. Здесь, конечно, вот это упражнение лучше делать под контролем тренера. Продолжение следует...